Хаечки, ребятки! Итак, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии и сейчас мы рассмотрим тазовые кости. Соответственно, если они развернуты вперед, получается флексия. Вперед это флексия, назад это экстензия. И относительно крестца получается, есть положение тазовой кости. Раз, флексия, два, экстензия. Отходят вот сюда три, приходят сюда четыре и вот так вот пять, больше раскрыт, либо шесть, больше закрыт. То есть, считайте, шесть и шесть положений, то есть, может быть, тридцать шесть вариаций. Ну, вот самое простое, это сдвинуть таз вот туда, вперед. Это вот, влажится человек на флексию, да. Лажится человек на стол, нащупываем, у него вот эти ямочки, вот, видите, завалилось туда вот, таз немножко. Тут уже за переломом, да, вот тебе может быть. Возможно, это за борьбой заниматься. Ну, может быть. Вот ямочки-то кость, но нам надо посмотреть сверху, над ним. Вот можно сверху, какой выше, ниже, ниже этот выше. Почти на сантиметр получается. И также проверяем еще по, это по верхнему вот уголку и по нижнему уголку, вот здесь, прямо в ягодицах. Тут расстояние, ну, примерно со спичный коробок. Вот отсюда, вступаем вот сюда и смотрим, где здесь вот. Здесь получается тут тоже ниже, выше. Возможно, что от природы у людей разный таз, да, может, все несимметричны, бывает, что это вот одна половинка больше другой. Так, ну, по высоте, вот смотрим по высоте, да, вот этой части. У нас, получается, у него левая сторона выше. Значит, нам надо толкать его вот туда, а эту толкать вот сюда, да. И за поворот таза, соответственно, может измениться крестец. Либо вот так повернул, либо вот так наклонил, либо сюда наклонил. Ну, крестец, почему-то тяжело, можно вот тут только по копчику. Ближе, где к копчику, да. Ну, вот тут больше, с этой стороны. С этой стороны больше. Значит, берем, разбиваем это все, чтобы как бы сустав заработать заходил. Даже техники нам необходимы. Если толкаем туда его, да, то прям можно вот снизу, вот в этот уголок, пробиваем вот туда. Ну, вот как бы расшатали, размяли, а этот, наоборот, сюда. Терпимо, да? У меня получается вот так, Таш? Не так. Вот так. Ну, можно проверить еще спереди, поворачиваясь на спину. О, вот этим косточкам теперь. Передный уголок подвздошных костей. Находим его. Вот. По высоте смотрим, относительно стола. Получается вот это выше. Видишь, то, что сзади подтвердилось. По нижнему части смотрим. Дониз ушел вот сюда. Это выше сторона, да? Да. Это вперед и вниз получается. Вот может пощупать. По вот этой стороне и по вот этой. Ну да, по повыше и подниму. Да, ноги разные длины. Да, возможно, это ноги разные длины. Ну, сейчас нам просто речь не про ноги. Они вообще разные. Одноправая, другая. Лев. А как вы уровень, Олег, определяете, что вот этот выше? Просто, ну, как бы, вот почувствовать его быстрее, да? Да. Ну, вот визуально ось представляешь. Ага. Он как-то еще и лежит тут внизу. Вот туда немножко. В сложных случаях. По животу весь живота в бок. В бок ходишь. Линия живота идёт в бок. Ага. Вот она, да? Вот так. Позорночек тебе вырисовывает линия живота. Ага. Он так удобно со стороны, значит. Да, значит, позорночек удобно. Да. Вот это кость опущена. Получается, вот он ценит живота сюда. Ага. То есть, нам нужно быть ниже. Правильно? Вот по нижнему уголку приберешь. Вот получается. Видишь? Видно, что он ниже. Нет, сверху, сверху смотрит. А, сверху смотрит? Да. То есть, он ниже в сторону пола, да? В сторону ноги. В сторону стопы. Не толще, а ниже. Он же живой. Ага. Он же высокий, а не грилит. Ничего не понял. Не забуду. Не забуду. Да. Видишь, что так делать? Вам прям понятно. Вот сюда и вот сюда. Это как раз флексия. Ага. То есть, вот это ниже тогда получается? Вот это где? Этот ниже вот туда. А, ну да. А этот выше, ну, относительно этого. Правильно? Да. Ну, понятно. Относительно стола он лучше. Ну, так вот получил. Да, да. Да. То есть, вот этот относительно стало выше. Да. А этот относительно, ну, стало... Ну, тогда, что этот туда, наоборот. Вот так вот. Это сюда, а этот вот туда. Значит, надо двигать на обратную сторону. В фотошопе все пока. Вот так вот надо двигать. Ну, а как ты будешь отработать от крестца? Ну, вот, давай посмотрим, ну, как. Во-первых, нам поможет пир. Проверяем вот тут мышцы. Больно, не больно где-то на центре-то? Нет, не больно? Ну, пока нормально вообще. Нормально, да? Значит, эти мышцы нам не участвуют в данном случае. Ну, у детей, например, там просто берешь вот так вот, сшатываешь, создаешь давление вот такое. И давишь, 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 давишь. Потом берем вот эту ногу, свешиваю туда. И создаем давление вот такое. Здесь, ну, мягко в косточку больно упираться, поэтому мягко так захватываем, да, тазовую кость. Тут на себя, тут под себя. Только не мясо, а прям кость берем, будем кость. Ну, вот туда тянем. Еще должен ближе к краю. Там еще, 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 чтобы кто-то свисал. Ага. Тянем туда. Можно создать... С той стороны встану. Пир такой же. Вот смотри, я давай на ногу вниз, а ты со вдохом. Вдох. Вдох. Выдох. И вот туда дольше, как раз. Вдох. Выдох. Вдох. Ну, раз, два, три, как сделали. Вдох. вот уже уже подействовала как нужно поясничную на одной стороне и попал начинает вороваться до когда он мог бы поднимал там же еще по сути значит тогда будем поворачивать на спину если это не же ты старался мышцу расслабить что было первым что расслабил пояснище подошло а во вторых я же тянула сюда вперед вот и она тут как бы выходила из вертого вверх через вертелы суставы поделки ну и дачи через ногу возле стрима теперь нам надо его туда загнать берем то же самое что мы делали с ребрами теперь с ногой вот выше чашечки взял сюда прямо в эту кость из нога тяжелая то можно так лучшим на себя ногу таз под себя круто 0 теперь ложись на этот блок вот тоже наш способ который мой скрутку делать ногу назад этой рукой подвигать колено выше и чтобы там попасть на тазовую до накопаясь надо вот эту ногу назад вот общается ну чтобы потаси потому что был совсем назад она ну такой крутим сюда чтобы ее поднять да и вперед убрать вот прям в каждую пусть ну и вообще все наши скрутки были на то в котором проходили там 15 это все все было на куда-то вперед а как же назад или подкрутить вот этот таз это положено назад до врачи что-то на другой бок такую же пользу ложись это только выше и вот теперь тут ложимся новым способом получается 16 вариантов скрутки для эту руку за себя заведем так вот получается через видимо также таз относительно олега можно и сзади вот так вот подойдем вот так да можно задать даже сама относительно зада и относительно еще седальщина кости получается рычаг седальщины кости мы давим можно еще относительно бедра но это в ту сторону что на себя это в ту сторону здесь и не надо ложись теперь на живот тут как бы даже вкус можете не быть у нас нет самоцели прям до хруста довести смотрим вот эти ямочки на одном уровне по верхней части все лучше по нижнему уголку нижней это вот этому ночью по ямочкам ты сможешь посудить вот выше ниже носить до стола а сверху на ямочками относительно позвоночнику выше ниже тоже сюда на себя на себя а вот ямочки ямочки кончик нижний край да ну и так же можно посмотреть сверху все могут муж желтый на себя дави так вот где он заканчивается на взяты сантиметров примерно сантиметра да все равно это выше давай посмотрим спереди переворачивайся на бак не ровно чтобы пусть был он с носом 1 и смотрим он видишь по вот это сантиметра стола вырубнулась и относительно позвоночника вот так вот уж ниже тоже вернулась снизу вверх и что нам это дает вот молодец я молодец я молодец вот то есть ну там был хруст не было тоже не важно потому что потянулись стабилизировалась стабилизация таза встреч дорогие друзья вам конечно лучше бы здесь и все позвонился на живой натуре отрабатываем на практике